Имеется численное доказательство реальности идей, высказанных Николаем Александровичем Козырем. Каждой случайной каплей мира можно найти все его свойства. А поскольку... А поскольку каждый человек – это тоже капля мира, то эти истины можно численно подтвердить жизнью каждого человека, когда-либо жившего на Земле, живущего сейчас и любого, которому предстоит родиться и жить на Земле в будущем. Исследуя космос, наблюдая Солнечную систему, люди в качестве инструмента наблюдения и исследования используют приборы, созданные руками и мозгом человека. Однако можно исследовать Вселенную, используя самые близкие к исследователю инструменты – самого человека. Описание алгоритма и численные примеры результатов такого исследования изложены в книге «Неслучайность рождения жизни и смерти человека». Она находится в интернете, скачать ее можно бесплатно любому. К ней предложена программа. В данной статье, представленной в графическом виде, рассчитанной компьютерной программой, данные, подтверждающие, что в каждом дискретно пространственном моменте находится в свернутом виде прошлое, настоящее и будущее этого момента, а также и человека своим естественным рождением, соответствующего этому моменту. Если момент настоящего совпадает с пространственно-временным моментом рождения человека, то выполнены программы разворота этого момента в масштабе градус-год на сто лет вперед в будущее, а также разворот на сто лет назад в прошлое, обнаруживают, что прошлое и будущее жизни человека свернута в начальном моменте настоящего. На рисунке 1 показана гистограмма с пиками и впадинами, как и положено любой гистограмме. Она в графическом виде соответствует жизни Александра Сергеевича Пушкина, который родился в 19 часов 7 минут в Москве 6 июня 1799 года по новому стилю. На оси абсцисс отложен десятилетие 19 века, 1800 год, он родился в 1799, в 1810 и так далее. На оси ординат слева количество показателей, сложившихся в каждый год этой жизни от нуля до семи показателей. Это одно из первых. Подробности можно посмотреть в книге. Горизонтальная желтая линия приведена на уровне двух показателей, чтобы нагляднее отделить пики из трех и более показателей. Все пики гистограммы, совпавшие с зазначенными событиями жизни этого человека, отмечают такие факты жизни. Рождение и кончины предков, рождение и кончины потомков, ссылки, взлеты и падения, перемещение в пространстве опасной ситуации. В течение 90 лет современной продолжительности жизни человека наблюдается три опасных для жизни периода, повторяющиеся через каждые 30 лет. Начало первого такого периода и продолжительность его у каждого человека строго индивидуальны. В книге представлены такие периоды в жизни многих известных исторических лиц, там целая таблица. Это начало и конец какого-то естественного циклического процесса в жизни каждого человека. И знание об этом должно дать человеку возможность корректировать свое поведение с учетом этого обстоятельства, чтобы не сокращать свою жизнь как минимум лет на 30. Пики гистограммы, попадающие на годы, гистограммы с 1837 года после дуэли, отмечают кончину отца, кончину сестры, рождение внуков, замужество вдовы и так далее. То есть, обратите внимание, Пушкина нет, а программа, ей все равно, она по алгоритму просчитывает пространственно-временной момент и разворачивает его в соответствии с этим алгоритмом. Численное содержание двух и менее показателей гистограммы, падающих на другие годы, также несет информацию. И на рисунке представленном видно, что все события произошли не случайно, а в соответствии с заложенной потенциальностью в момент 19 часов 7 минут указанного дня, месяца, года, столетия, привязанного к местности с координатами Москвы. То есть, в момент рождения уже заложено, что смерть матери произойдет в 1836 году, смерть отца в 1848 году и так далее. Обратная гистограмма имеет вертикальную ось уже справа. Из всех пиков обратной гистограммы Пушкина 78% пиков отмечают даты рождения и кончин известных по Пушкине Анне предков поэта, родившихся и закончивших свою жизнь 1698 по 1799 годы. Вид всех гистограмм не зависит от того, когда программа выполнила этот расчет, 1 марта 1996 года, февраля 2001 года или в любой другой день. В любом случае, вид гистограммы не изменен. Все графики гистограммы рассчитаны и построены по результатам использования строгих математических формул, правил проективной геометрии и не имеют причинно-следственных зависимостей судьбами всех упомянутых здесь людей. Имеет место только безусловная связь по принципу подобия, то есть человек подобен космосу. Алгоритм расчета, подробно изложенный в книге, представляет общую схему пространственно-временного элемента x, y, z, плюс, минус, t, где в свернутом виде находится прошлое, настоящее и будущее этого момента, безотносительно к тому, родился ли кто-то в этот момент или нет. Если время и место рождения совпадают с таковыми в рождении человека, то и время плюс-минус t и пространство x, y, z находятся и в человеке, как в подобии космоса. Эти гистограммы, многие другие, рассчитаны для реальных людей, опубликованные в журналах «Колесо времени» и «Сознание. Физическая реальность 2000 года по 2012» позволяют утверждать, что время и пространство свернуто в каждом человеке, и не только в человеке. Если человек – это живое, но не единственное живое существо на планете, то следует предположить, что любое живое существо, как капля мира, несет в себе численное подобие космоса и неслучайность в своей жизни. Эту неслучайность можно представить в виде разворота. Гистограмма аналогично представлена, только масштаб разворота, естественно, будет другой. Для человека применен масштаб градус год. Это первый уровень численно достоверный и легко контролируемый масштаб. Можно предложить каждому желающему проверить на своей жизни справедливость изложенного. И такое предложение было озвучено в интернете в 2010 году на одном из сайтов Института исследования времени при МГУ. Такой расчет был выполнен. Я представляю здесь ссылку. И опубликован в журнале, в перечне литературы, представленной к этому докладу. На предложение к участникам сайта убедиться в детерминированности и неизбежности судьбы на примере собственной жизни откликнулся один из участников сайта, бывший военный летчик Вячеслав Лунюшкин, у которого, как потом оказалось, есть родной брат Сергей. Старший брат представил исходную информацию для расчета. Составлены гистограммы, которые показаны вот на рисунке три, в виде совмещенных по времени двух гистограмм. Первая и вторая. Верхняя гистограмма принадлежит младшему брату, нижняя – старшему Вячеславу. Почти все значимые события в двух гистограммах отмечены пиками из трех и более показателей. Вот жизнь одного идет, жизнь второго. Все события, являющиеся общими для обоих братьев, обведены зелеными скругленными прямоугольниками. Это кончины шестерых из семи предков, то есть 86% из всех предков, закончивших свою жизнь в период жизни братьев 1952 по 2010 годы. Совмещение обратных гистограмм этих братьев, рисунок четыре, демонстрирует еще более впечатляющую картину. Все девять событий рождения и кончины общих предков отмечены пиками из трех, четырех и более показателей. В двух гистограммах одновременно. Самое интересное, что даже репрессии и ссылка в 1936 году одного деда и в 1938 году арест и ссылка другого деда отметились в гистограммах каждого внука. Еще один пример, подтверждающий детерминированность судьбы и демонстрацию свободы воли человека. Можно привести, например, на рисунке пять. Жизнь и судьба всем известного красноярского губернатора Александра Ивановича Лебеди. Информация взята из интернета, где имеется много данных о жизни генерала Лебеди. Это видно по множеству пиков гистограммы, завершившиеся хоть и преждевременно, но именно в свой опасный период. Два пика в 14 и 16 лет не имеют отметки в биографии, в интернете. Скорее всего, это были даты кончин его дедов и бабушек, что, естественно, прошло мимо внимания биографов. Все остальные пики совпадают с датами событий, как и указано в интернете. Еще раз видно, что человек не дожил по крайней мере 30 лет. Как известно, он настоял на продолжении полета в нелетную погоду и, возможно, тем самым спровоцировал катастрофу себе и своим сопровождающим. Прямые и обратные гистограммы своими пиками и впадинами показывают некую внутреннюю энергию пространства-времени, смоделированную и в человеке, появившемся в этом пространстве-времени. Эта энергия реализуется и через человека, вызывая его или через него закономерные космические реакции или ситуации напряженности или релаксации. В одной из статей полностью опубликованы обратные гистограммы всех пяти детей последнего российского императора Николая II. Родились они в разные годы. Время рождения каждого записано в дневнике их отца. У всех из них одни и те же общие предки. И оказалось, что подавляющее большинство пиков каждой обратной гистограммы на 82-96% совпадают с рождением и кончиной какого-либо их общего предка, с 1815 по 1900 годы. Представленная гистограмма дает возможность убедиться в том, что во Вселенной уже есть все, что может произойти. Неизменны законы, циклы, ритмы, которые изменить не может никто и ничто. И эти законы и в человеке отражены, как в капле Вселенной. И в каждом из нас, из присутствующих, то же самое. Графики реальных людей подтверждают гипотезу геофизика Козырева. Все, что может произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом. Перемещаясь по оси времени, мы только сталкиваемся с событиями в своем настоящем. И здесь мы подходим не только к пониманию и осознанию себя как части Вселенной, но и к теме безмерного времени и бесконечного пространства, составляющих вечную Вселенную адекватно теме Бога в трактовке всех религий. Человек закономерно чувствует вселенские законы природы не только вне себя, но как их частицу в себе. Это нечто высшее время, природа, Бог, Вселенная дает возможность познать и понять, что это нечто высшее, как и в природе, так и в человеке, существует повсеместно, в каждом мгновении. И в момент появления человека на Земле проявляется оно как в мгновении, так и в процессе жизни. Человеком же и управляет и заставляет действовать. А уж как дает человеку право действовать это высшее время, Бог, Вселенная, природа, с помощью ли интуиции, молитвы, данными ли ему в помощь техническими средствами или усвоенно духовно-нравственными критериями. Это и есть свобода воли. У каждого она своя. Эти трактовки созвучны работам выдающего советского философа и ученого Владимира Ивановича Вернадского, который, не прибегая к численным экспериментам, сформулировал свои выводы, которые соответствуют представленным здесь расчетам. Время и пространство – это и есть сама жизнь и основное качество живой Вселенной. Все живое содержит время, хотя и не сознает этого. Пространство и время – есть единое бытие. Пространство – время. Идея Вернадского развивает теорию многомирия американского математика Хьюго Эверетта и его многочисленных последователей. Эта теория – строгая научно-космологическая дисциплина, которая является эвереттовским дополнением к опенгагенской интерпретации квантовой механики. Она все более прочно завоевывает права новейшей и всеобъемлющей космологической парадигмы. Научные труды, философские обобщения Вернадского, математические выкладки Хьюго Эверетта, численные расчеты, представленные в этой работе и в работах перечисленных перечень литературы, можно объединить итоговыми выводами. Наш мир – квантовая реальность, и наш мир – не единственная реальность. Существуют бесчисленные миры, цитата, «каждая возможная конфигурация Вселенной, то есть конфигурация прошлого, настоящего и будущего, существует отдельно и вечно. Мы не живем в единственной Вселенной, которая движется сквозь время. Вместо этого мы или множество слегка различных наших версий, одновременно населяем множество статических неизменных картин, которые включают все во Вселенной в любой данный момент. Неизмежность судьбы человека и его свобода воли вместе могут быть символически представлены в виде креста. Гоизонтальная составляющая креста составляет неизменяемую биологическую, детерминированную составляющую сущности человека. А вертикальная составляющая креста символизирует его свободную волю, его стремление к совести, к сознанию, к высшему, к совершенству и к совершенствам, к добру, или наоборот, к деградации, к умиранию, к разрушению, к низшему началу, к существованию бессовести, к озлу, также претендующим на место и право быть в составляющей сущности человека. Только в вертикальном направлении существует возможность выбора и действия свободной воли человека. Изменить срок наступления и интенсивность событий, время, Бог, Вселенная, природа не дает нам права. А окрасить светлые и темные тона эти события, она нас обязывает, наделяя нас свободой воли. Значит, стремление к высшему есть условия развития и продолжения жизни. Движение же вниз по вертикальной составляющей креста – это деградация, разрушение, умирание, окончание в отдельном нашем четырехмерном мире. Инвариантность и метафизичность времени с большой буквы. Времени с большой буквы, с заглавной буквы. Изначально людьми воспринимается как нечто высшее, всемогущее, всесильное, непознаваемое на уровне внутреннего восприятия и ощущения. Оно повсеместно превращалось в религиозно-философское реальное ощущение Бога. Производная частица от этого времени наделяется временем, но уже со строчной буквы, в виде временной и временной частицы, как капля мира в качестве вторичного параметра инструмента познания. И только эта временная частица поддается и подлежит измерению, ограничению, ускорению, замедлению и т.д. Только временная частица обладает такими качествами, как биологическое, психологическое, календарное и иное время. Наука и религия – два равноправных и равновесных способа познания действительности, если оставить за скобками различающие их религиозные ритуалы. Численный способ познания – это естественные технические науки – математика, физика, астрономия, химия и т.д. А чувственный способ познания – это религия, социология, философия и другие гуманитарные и общественные науки. Один способ познания без другого выйдет в действительность плоско, одномерно и потому необъективно. Естественные технические науки рассчитывают и демонстрируют горизонтальную составляющую креста, а детерминированность и детерминированность жизни человека. А религия и науки, имеющие отношение к бытию и сознанию, заповедями, правилами своих постулатов, показывают жизненную необходимость совести, сознание как качество души, и тем обосновывают направление свободы воли в оправдание смысла жизни. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Я представлю, директор некоммерческой организации Невская школа для системы федерология. и секретарь технической кибернетики нашего большого должного учета. У меня вопросы такие. Вот Ольга Кирилловна, да, наверное? Ольга Кирилловна, вы очень смело как-то постулируете все. Человек ведь создает новое там или совершенствует ни разу, ни мозгом и руками. Все намного сложнее. Работает многое, кроме мозга и рук. Это первое. Второе. Вот все ваши статистические выкладки... Минутку. Это вопрос или констатация? У меня только расчет. У меня никаких выкладок. Я не могу сказать ответить. К вопросу в чем... Я задам несколько вопросов, а вы ответите. Нет, будьте любезны, вопрос-то сформулируйте по первой части. Вот такой. Почему вы так уверены, что вот это семейство Пушкиных, Ганнибала, да, их имение у нас в Ленобласти в суде, так плохо влияло на всех и вызывало какие-то... Я не говорю, что плохо влияло. Я говорю, как. Вы перечислили все эти отрицательные явления. Вот у меня шел эксперимент... Я не перечислял отрицательных явлений. Вы ошиблись. Ну, вы там многое говорили, да. Вот есть... Статистика ведь работает далеко не везде. Вот это вот... Вот эти вот вещи, вот написанные на этом графике, это я все взяла в Пушкинском доме, на мойке 12. Вы применяете аппарат, который Генцель в свое время разработала, но он не везде работает. Он работал на измерении... Простите, вы не поняли. Я ничего не применяю. Я делаю только вот это. Вот график машины. А вот это я беру, спрашиваю... Нет, но речь идет о том, какие вы выводы делаете. Вот. Вы как-то в одну кучу и детей царя, и всех, и лебедя. Потому что это все люди. Я немножко переоценил свои возможности и наставил на том, что верхушке страны было неугодно. Простите, я сейчас объясню. Итак, вы задали вопрос, ответ такой. Минутку, минутку. Минутку, минутку, минутку. Так нельзя. Минутку, минутку. Вы задали вопрос. Вам ответ такой. Представлен инструмент. А вы вот то, что дает инструмент, делаете вы. Докладчица ничего не утверждает. Она представила инструмент. Следующий вопрос. Минутку. Время ограничено. Пожалуйста, второй вопрос. В очень негативном свете. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Второй вопрос, будьте любезны. Второй вопрос. При этом сами формулировали причины, причина следственной связи-то. Ну, это слишком так, ну, я бы так не осмелилась. Ну, вы выбрали, а я сделала так, как я сделала. Я делала, я занималась этим 25 лет, даже 27. Кто без греха? Кто без греха? Все мы грешные. Еще вопрос. Вы закончили вопрос, да? Пожалуйста. Понятно, ваша точка зрения, ваша понятна. Кто дает вам право вот так вот, ну, безапелляционно? Да нет, ну, инструмент, есть инструмент, интересный. Надо посмотреть, поставьте свои события жизни, посмотрите. Я обязательно сделаю. У вас есть интернет? Возьмите, зайдите в интернет, по моей фамилии возьмите. Нет, ну, есть формула, подставьте формулу, проверьте. Вдруг работает, значит, человек заслуживает уважения и почета. Так, какие формулы? Формулы в нашей жизни работают далеко не так. Только всегда формула, и без формулы ничего не получится. Здесь только формулы, математика и эффективная геометрия, ничего больше. Все, все, все не надо. Нет, формула Смирнова, точнее. Мне не надо, Конторович. В Смирнове, Смирнове. Я думаю в одном, что вы очень так безапелляционно делаете выводы по многим направлениям событий. Спасибо большое, спасибо, 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 спасибо. Итак, ответ таков, есть инструмент, пользуйтесь. Не нравится, что он дает, но проблема не в докладчике. Пожалуйста, пожалуйста. Очень интересно, проверим обязательно, пожалуйста. Поэтому оценку фактов тут вообще не включена. О ком вы говорите? О лебеде? Жизнь свою он оборвал сам. Нет, в плохой погоде. Вот. Была плохая погода, не надо летать. А он говорит, полечу, ну лети. Долетался называется. Нет, но его, он сделал свой выбор, кончилось печально. Но поскольку он еще жить будет потом, значит потом научится. Проблем нет. Ну это уже, это карма называется. А я и не знала, что они выжили. Вот интересно, у меня нет и сведений. Кстати, проверьте, это очень интересно, да. Вам это очень интересно. Будьте любезны, еще вопросы, пожалуйста. Нет? Ну спасибо большое за очень интересный доклад. Всем попробуйте проверить, это очень интересно. Если они погибли, то, наверное, они будут сосуды. Это будет.